Приветствуем вас, дорогие друзья! Сегодня мы с вами побеседуем о том, как ведется работа с беженцами в Украине. Наша церковь уже неоднократно посылала миссионерские команды в Украину. И сегодня с нами пастор Дмитрий, который был во главе одной из миссионерских команд, которая ездила в Украину во время войны. Они работали с беженцами. Я думаю, вам будет интересно узнать, что происходит именно там в Украине сейчас, не просто через новостные каналы, а именно через очевидцев и свидетелей. Пастор Дмитрий, скажите, вообще вам было страшно въезжать в Украину, учитывая, осознавая все риски и опасность? Ну, хочу честно сказать, что на шкале, допустим, от нуля до десяти где-то 2-3% было переживал. Потому что все-таки едем не на курорт, едем в страну, где война. Но я имел личное откровение как бы от Бога. Я уверенность это была. И просто слово было, что Бог сказал, сохраню. Я чувствовал важность этой поездки, поэтому я был спокоен. Слава Богу. И слава Богу, что Бог сохранил вас, и что вы все живы и здоровы вернулись. Да, слава Богу. Расскажи, пожалуйста, вот как на таможне, на границе происходила сама разлука от семей. Я знаю, что многих мужчин из Украины не выпускают в связи с военными действиями и разлучали семьи. Вот что вы видели? Ваши наблюдения вот самой разлуки. Хочу сказать, что мы где-то 4 дня провели в Польше и 5 дней в Украине. Просто проехали по очень многим точкам и видели, где и как встречают беженцев, отношение какое. Отвечая на этот вопрос, скажу, что на границе, конечно, ситуация очень такая печальная. Потому что очень многие мужья, они привозят своих жен и просто детей обнимают и дальше не знают, что с ними будет. И жены просто в таком неведении, там, схватив детей, там, вещи какие-то, они едут дальше, а мужья возвращаются. И я помню, даже была у меня встреча уже там в Польше, в каком-то городе, в убежище для беженцев. И просто сидит одна женщина молодая, говорит, вот, ну, как бы у нас дом построили только. Вот, и муж привез двое детей. И что дальше делать, я не знаю. То есть оставаться ли здесь или ехать куда-то дальше, говорит, я не знаю. Вот просто вот эта печаль, она, конечно, очень потрясает. Я слышал, мой дядя рассказывал на вокзале в Киеве, как люди расставались. И он сказал, что там был просто вопль, вопль, вот эта разлука с детьми, с женами, с мужьями. Это очень, наверное, эмоционально тяжело это все видеть и переносить. И вы были этому свидетелей, правда? На вокзалах, я скажу, что именно на самом, когда отправляли, не были. Но очевидцы были и фотографии, это полностью заполнены вокзалы. И люди просто ехали в никуда, они не знают, потому что были даже сведения, что некоторые там попадали под обстрел. И просто люди, многие не могли попасть в вагон. И поэтому они брали самое необходимое, они толкали детей. И, конечно, это невозможно описать, когда ты нажил что-то и потом заканчивается. Это все, что у тебя есть в этот поезд. И даже не знаешь, когда потом встретишься с родными уже или нет. Дмитрий, я знаю, что вы работали с беженцами, встречались с многими беженцами и на границе с Польшей, и уже в Украине. Расскажите, что вам рассказывали беженцы, которые убежали из самых горячих точек Украины, где были боевые действия? Хочу сказать, что когда я ехал, одна из миссий, это Бог положил в сердце словами Исаия «Утешайте, утешайте народ мой». И, в принципе, вот с этим посланием я ехал. И я старался как бы и мы с группой молиться за людей, где бы мы ни были. Беженцы, служителя, пастыря, волонтеры. Просто ободрять их и благословлять, поддерживать, укреплять их дух. А насчет беженцев, конечно, я думаю, можно писать томы, истории. Каждый что-то привез, то есть нету, не было каких-то таких безразличных. И есть разные беженцы. Мы встречались непосредственно с теми, которые были привезены из горячих точек, допустим, там с Чернигова или с Бучи, или с Мариуполя, с Харькова, да. То есть мы говорили с ними, и я вам сразу хочу сказать, что вначале люди просто приходят в себя. То есть ты ему говоришь, да, он сидит, слушает тебя, но ты понимаешь, что еще все многое не доходит. И мы просто узнавали, как его получилось. Одна женщина говорила, что, говорит, представляете, вот этот автобусик маленький, который вез нас. Мы, говорит, выехали, и за нами взорвали мост. То есть уже, говорит, отрезали. То есть люди, которые остались в Чернигове, они уже все, они отрезаны. Назад пути нету, и выехать никто уже больше не может. Да, то есть они шли как бы, как последний такой путь. То есть кто не успел выехать, остались в городе, и они уже там выживают. И через пару дней, это была как бы автострада, и через пару дней пришло сообщение, что и пешеходный мост взорвали. То есть как бы люди отрезаны были от мира. Я могу очень много историй рассказать. Допустим, один охранник, он, знаете, он говорит, он был охранником в офисе. И он пошел на обед, и когда он обедал, ему позвонили, говорят, ты можешь не возвращаться, потому что уже офиса нету. Просто это все было взорвано, все разрушено. И человек просто ходит, и говорит, это Бог тебя спас, и просто ты должен просто быть ему благодарен, служить. Были впечатления, когда, допустим, с Мариуполя они рассказывали, как очень тяжело, как бы, они говорят, ты из состояния ужасно, ты идешь, трупы лежат на дороге, их никто не убирает, потому что некому бояться. Я слышал, что хоронили возле дома, это правда? Да, ну, если кто-то увидел там соседей, родственников, то вырыли прямо, допустим, там пятиэтажки, девятиэтажки, вырыли, похоронили, поставили крестик. То есть люди вот так вот. Были случаи, одни вообще рассказали, говорят, были в доме, и был обстрел. И говорит, вот представь себе, дом почти весь разрушен, а вот именно одна комната, именно в один угол, где мы были, он остался целым. То есть с квартиры можно выходить было прямо на улицу. Я знаю, что люди, которые очень много прошли, они, знаете, очень чуткие. Вот когда вот воздушная тревога была, то есть в том городе, где мы были, несколько раз была воздушная тревога, сразу как бы такой страх. Страх. Одна бабушка даже вертолет пролетал, она как-то пригнулась, потому что люди, они в этом, они не смотрели сводки или новости, они в этом были. И, знаете, эти люди научили различать, если это ракета, если град, то есть они уже по звуку, по... То есть это самолет. Да, 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 они уже полностью начали различать. Одна семья сказала, что они больше недели провели просто в подвале этого дома. Но, знаете, мы не на Флориде, это не Флорида. Там, когда мы приехали, еще холодно было, это, можно сказать, там еще даже недели две назад, был заморозки, была минусовая погода. И люди без тепла, без воды, без питания, просто сидели, говорит, мы мерзли. Потом уже, говорит, начали болеть, вернулись в квартиру, говорит, потому что уже безвыходность такая была, попадет, так попадет. Вот такие были случаи. Расскажите, вот люди, которые пытались выехать из Мариуполя, которые бежали, как, что они переживали? Встретился с одной христианской семьей, и они рассказали, что, знаете, говорит, в Мариуполе ценно это даже не деньги, это бензин. Потому что, если ты без бензина, ты никуда не сможешь переправиться. И они рассказали, как пытались выехать через один блокпост. И машина, которая ехала перед ними, они просто попали под обстрел и там все убили. Они вернулись, поехали на другой блокпост. И их там предупредили, говорит, вы куда, ну, как бы, там смерть. Они говорят, а что нам остается, или здесь, как бы, умирать, или лучше там. Да, да. И поэтому вот многие люди, особенно вот беженцы, которые, ну, первого, как бы сказать, вот такого потока, первой цепочки, они еще находятся под впечатлением. И, знаете, иногда даже приходилось нам первый день что-то говоришь, молиться. Слава Богу, что они отзываются на молитву. И ты когда, ты когда молишься, я просто чувствовал, как Дух Святой касался, знаете. И бывало, приходили мы на второй день, встречались, и они уже с удовольствием говорят, помоги, помолитесь за нас. То есть я говорю о неверующих. И мы молились, и я просто чувствовал, как Дух Святой касался. То есть вы, наверное, видели, да, люди, которые пережили такие психологические большие, да, травмы, эмоциональное, такая, как бы, шоковое состояние. Видя ужасы, наверное, своими глазами, люди, наверное, до сих пор еще в таком шоковом стрессе. Происходит переоценка ценностей. То есть, допустим, я разговаривал с одними, они говорят, вот мы только выплатили квартиру. То есть мы работали на двух работах, чтобы выплатить эту квартиру, и сейчас она разрушена, сейчас уже их ничего нет. Переоценка ценностей, потому что многие хватали то, что у них есть. То есть кто-то даже, кого-то вывозили, они были, вот как был там, джинсы, курточка, и приехал. Больше ничего нет. Были семьи, которые, все, что они вывезли, это детей, там, документы. То есть не было там таких лакшери, чтобы там куча чемоданов было. А вот то, что есть, самое необходимое, и с этими ехали. И, конечно, народ, вот то, что Бог говорит, утешайте, утешайте, они нуждаются в утешении. Просто многие они как замороженные, вот эти сердца, когда на твоих глазах гибнут люди, пошли, говорят, в магазин, а там, ну, как бы, взрыв рядом. И просто человек, который в очереди стояла, разорвала, знаете, и когда ты на твоих глазах это смотришь, то это не кино, это реальность. И люди понимают, вот, реальность вещей, и они понимают реальность жизни и реальность ценностей. Да, тяжело слышать, конечно, такие новости, но, к сожалению, это не просто новости, это реальность. Правда ли то, что около 10 миллионов украинцев покинули свои дома вот за короткий период начала войны, и они разъехались кто куда? Ну, это официальная статистика, которая говорит, что около 10 миллионов украинцев, они покинули свои дома, места жительства. Из них около 4 миллионов, они покинули пределы страны. И, друзья, просто кто смотрит, вроде как для кого-то это цифры там, ну, маленькая, 4 миллиона. Ну, я могу сказать, что это, можно сказать, две Молдавии или это половина Белоруссии по населению. То есть мы говорим о больших количествах, это люди, которые уехали, которые бросили все, которые без ничего. Хотя есть, конечно, беженцы, которые своими машинами уезжали там или на поездах. Я больше проводил время с теми, которые именно с горячих, без ничего. Получается, например, взять Польшу, получается в течение нескольких суток несколько миллионов человек пришло в такую, скажем, маленькую территорию, где нужно было всех накормить, расселить, утешить, правильно, и люди в панике. Да, опять же, это не то, что туристы приехали, то есть люди приехали с горем, приехали как могли. И я очень благодарен вообще, то, что я увидел, даже польское правительство, там, Германия, другие страны, они открылись. То есть, допустим, Польша, она ввела, значит, правило, что если у тебя украинский паспорт, с тебя не берут деньги за проезд на автобусе или на поездах. По приезде... Польша сильно помогла. Польша очень сильно помогла. Очень многие люди, и я даже разговаривал с теми христианами, которые уже давно в Польше, они говорят, Польша как никогда отозвалась. Просто начали свозить продукты, одежду. Прямо на границу. Не обязательно на границу, а вот даже в каждом городе были, организовались пункты при церквях, куда свозили поляки вот это вещи, чтобы те беженцы, которые пришли, они могли выбрать то, что там им надо. Я слышал, что некоторые беженцы, которые бежали, переходили границу, их уже встречали с горячими напитками, с бутербродами, давали эти бедные женщины, которые детей тащили испуганно, им уже давали прям сразу какую-то помощь. Правда? Да. Я хочу сказать, что там несколько цепочек было, как передача беженцев. То есть первые вывозили из горячих мест, и они расквартировывались, допустим, при церквях. После этого их перевозили либо на границу, либо уже дальше. И вот на границу очень многие переходили либо пешком, либо поездами переезжали. Значит, на самой границе я восхищен церкви Божией, потому что очень много волонтеров было с разных стран. Там с Германии, там с Нидерландов, там с Англии, с Финляндии. И просто люди, которые просто приехали, влеченные вот этим желанием помочь, да. И они сделали очень много палаток, которые, когда беженцы приезжали к границе, то тут бутерброды делали, там чай. Просто помогали утешать, помогали, молились за них, помогали перейти границу. И уже в Польше там тоже были столы, когда уже поляки и очень много волонтеров было задействовано, которые так же сам, они давали еду или какие-то вещи первой необходимости. И уже стояли автобусы, то есть постоянно ездят автобусы с польской границы. Это большие автобусы, которые везут в Краков, в Варшаву, допустим, и обратно, вот кольцевое такие. И стоят очень много маленьких таких микроавтобусов, это которые волонтерские организации, которые тоже возят людей вот так вот, допустим, сюда продукты, а обратно людей. То есть я увидел, как бы задействовано очень много людей. И просто настолько открывались сердца людей разных стран, что это впечатляет. То есть это не то, что там чьё-то, какое-то горе, все поняли, это общее горе. Да, слава Богу за людей, особенно за наших христиан в Европе. Наши некоторые люди ездили также в Румынию, Молдавию, во Францию, в Германию и рассказывали о том, как люди верующие и там помогают, встречают. И даже местные власти помогают, их встречают с разными табличками. Помощь беженцам, которые убегают от войны, расселяют, помогают. И это очень приятно, что в такое горе люди разных стран откликаются и помогают беженцам. Хотел бы добавить, вот даже в Польше при многих церквях есть как бы как убежища такие, куда люди могли с границы приехать. И там были кровати, где они могли переночевать, принять душ, где они могли там какие-то продукты взять, вещи, очень много, допустим, вещей выбрать, что надо. Потому что, как я сказал, многие ехали, это там маленькие чемоданчики или вообще без ничего. И эти же люди, которые в Польше, там очень много наших волонтеров, польских волонтеров, они помогали людям уже устраиваться, допустим, если там на квартиру какие-то. И многие поляки, кстати, открыли свои дома, чтобы принимать беженцев. Они начали звонить, помогать, устраивать там с документами, с детьми, чтобы в школу пошли, в садики. То я увидел очень сильную такую сплоченность. Я жил во Франции и знаю, что там некоторые мои друзья принимают тоже беженцев из Украины, открывают свои дома. В Германии тоже открывают свои дома и принимают просто чужих людей, полностью берут свои дома. Конечно, в основном это женщины, дети, маленькие дети, даже младенцы, можно сказать. Я тоже хотел сказать, что где-то 80% беженцев это женщины с детьми. Потому что мужчины призывного возраста, им нельзя выезжать. Это только если у тебя там по болезни, по каким-то, либо если у тебя трое детей, а так нельзя было выехать. Да, конечно, я понимаю, что спасибо, конечно, всем, кто помогает, но, наверное, ни еда, ни одежда не заменит вот этого, вот этой неизвестности, которая их, наверное, душит. Вот этот страх от неизвестности. Кто-то похоронил, кто-то потерял, там брат, сын, муж остался на войне и как бы неизвестно, насколько они когда-либо встретятся или вообще никогда не встретятся. Вот это, наверное, их очень... Я думаю, вот эта неизвестность, а что дальше, куда ехать, что делать дальше, на что жить. И вот это, что делать, вопрос, большой вопрос. Многие переживают, что там остались. Говорят, у нас уже дома нет, а приходят до сих пор счета за коммунальные услуги. И просто народ очень много растерян, и опять куда ехать, как принимают, почему? Потому что дальше из Польши, если есть разные лагеря, если можешь ты попасть в нормальных, где тебя там христиане или церковь встретят, а есть просто большие помещения, ангары, где там просто открытое место, койки, какие-то походные такие койки, и они прямо на этих койках там спят. То есть там из Афгана, допустим, из Сирии, там они все помешаны просто как лагеря беженцев. И люди просто не знают, куда ехать, что делать. Некоторые люди из нашей церкви, из Мариуполя рассказывали, что там, кто остался в Мариуполе, в этих окруженных городах, то они благодарили Бога даже за снег. Представьте, друзья, настолько не было даже не то что еды, воды попить, и они просто брали снег в руки, и это была их и еда, и вода. Расскажи, пожалуйста, как вот местные жители церкви в Украине помогают во время войны? Я видел, ты показывал фотографии, как там готовят еду, эвакуируют. Расскажи вот этот процесс немножко. В процессе миссии я встречался с многими пастырями, там, епископами, и я хотел больше уточнить истинная ситуация, как она работает. Почему? Потому что у нас есть фонд, мы передаем деньги, и хотелось бы быть уверенным, что они достигают правильной цели. И я вам скажу, что я был восхищен, я был восхищен единством. Во-первых, очень многие церкви, динаминации объединились, католики, православные, протестанты. То есть я думаю, что это не то время, когда надо решать или драться за какие-то там вещи, разногласия. То есть очень многие объединились, открыли свои двери для принятия беженцев. И во многих церквях прямо, я привез фотографии, и они открыли, то есть они используются либо как бомбоубежище, то есть когда звучит сирена, прилегающие жители могут там просто спрятаться. Либо они открыты как для пункта, пункты такие, это гуманитарные центры и пункты по приему первых вот этих беженцев. То есть когда люди приезжают с горячих точек, они там кровати есть, они могут там постираться, покупаться, они могут там, их кормят там, наши братья и сестры там проповедуют, служат им, поют им, знаете, дают Библии им. Вот, то есть это как бы как одно. То есть горе, можно сказать, объединило верующих, неверующих, Восток, Запад, всех объединило. Да. И люди откликаются, помогают. Что мне сейчас еще больше понравилось, потому что Восток и Запад, Украина, они тоже как-то едины. Вот это горе, оно сплотило. Уже там как бы нету разной, да. Но они все вместе. И мне очень понравилось, что Западная Украина очень открылась и помогает. Слава Богу. Вы знаете, и помогает. Друзья, я думаю, что каждый из нас может что-то сделать. Знаете, кажется, ну я ничего не могу. И вот меня просто вдохновило то, что простые люди собираются, допустим, там женщины, делают бутерброды. Вот ящики бутерброды, и это же увозят там, либо на передовую, либо увозят в эти места горячие точки. Женщины собираются и пекут пирожки, и прямо так ведра пирожки. И они не только пирожки, а еще там пожелания какие-то. Они не знают, куда идут, но это благословение. Вареники ты рассказал. Да, это меня очень впечатлило, и я пробовал эти вареники. То есть, опять же, женщины собираются с разных, может быть, где-то в селах или в церквях, собираются вместе, лепят вареники с картошкой или с капустой. Потом они их варят, специальные контейнеры такие ложат, и сверху заливают смальцем, это топленым салом со шкварками. И это первое, чем нас угостили, когда мы приехали. Я очень благодарен всем, кто даже вот этим служит. Ну, я вот, видя фотографии, которые пастор Дмитрий показывал, то, конечно, там объемы тоже серьезные. Это не просто там какую-то коробочку, это траками вывозят это все, пакуют в коробки, подписывают коробки, подписывают, какая еда, где находится. В коробки ложат Библии, Евангелие, пишут слова утешения и благословения. То, конечно, очень приятно, настолько люди, разные люди, просто приходят, помогают, спасают и пытаются утешать. Очень много волонтеров, и даже вот в селах, как я хотел закончить, передают, что у них есть в погребах, там, картошка, там, буряк, там, лук передают. Именно консервацию, очень многие там тушенку делают, это все идет, либо на фронт, либо на эти точки. Меня очень впечатлила организация, то есть я сейчас говорю не за государственную, я говорю о церковной организации, то есть еще сразу после военных действий 2014 года создали такую логистику, где церкви имеют как бы как базы, и гуманитарку привозят все на эти базы, там их расфасовывают по ящичкам, там специальным, подписывают, ложат Библию, и дальше уже оттуда отвозят. И они имеют информацию, в каком регионе что не хватает. То есть не так, чтобы привезли в одно место, там, и там очень много здесь никого нет. То есть вот эти особенно маленькими микровенами, спринтерами, они все везде ездят и как муравьи везде развозят. То есть туда везут продукты, обратно привозят людей. И насчет эвакуации, мог бы ты еще немножко рассказать? По фотографиям также видели, что многие люди даже на своих собственных машинах, рабочих, этими венами, бусиками едут и вывозят людей, эвакуируют, и это как бы очень, так скажем, в таком интенсивном режиме происходит. И люди рискуют, правда? Люди рискуют, да. Я был восторжен просто, когда я увидел и узнал, как это простые люди, которые имели какой-то бизнес. Знаете, кто-то там пол делает, кто-то там красит. И вот у них вот эти рабочие вены, и они просто сейчас используют для гуманитарного моста. То есть вешают красный крест и просто, даже вот многие такие, я видел, как эти вены, там написано, там реклама бизнеса, красный крест, и вот он на нем едет и везет вот эти продукты. И я вам скажу, что это не очень, это опасная поездка. То есть для меня они герои. Для меня они герои. Почему? Потому что они оставляют семьи, и они идут помогать кому-то другому. И знаете, я встретился даже с одной семьей, я думаю, недели две назад мы все слышали, что три баса вот этих ехало, попали под обстрел, и одного убили, одного ранили сильно, один спасся. И вот мы, как-то Бог так дал встречу с сыном одного из того водителей, который погиб. Просто тоже молились, ободряли его. Я разговаривал с одним водителем. Который эвакуировал. Который эвакуировал, да. И вот он сказал, мы собирали его баз на поездку в Донецкую область туда. И он говорит, ты знаешь, я вначале не боялся, просто вот ехал. Но, говорит, когда мы попали в такой обстрел, мы чудом выехали оттуда. Я начал бояться просто. И я помню, мы его обступили, так начали молиться за него, начали благословлять. Слово у каждого нашлось. И он держался за нас. Он ехал и говорит, я доехал туда-то, я доехал туда-то. А ему надо ехать было примерно тысячи километров. Но, может быть, тысячи километров это не так много. Я помню, по тем дорогам это раньше было, может, часов 15-18. Но сейчас на всех дорогах стоят блокпосты. То есть, когда останавливают, когда люди с автоматами, полиция, либо военные, они проверяют тебя, проверяют документы. И вот этот путь... Дорога намного длиннее. В два-три раза дорога длиннее. То есть, не так быстро ты можешь и доставить. И он ехал, он говорит, мы туда доехали. Я говорю, я молюсь, благословляю туда. И, знаете, они держатся. Они держатся за каждую помощь. Поэтому я хочу призвать, если у вас есть возможность, просто благословляйте, молитесь. Возьмите какого-то человека, держите его. Они так нуждаются в этой поддержке. Я звонил одному из наших миссионеров в Украину. Он рассказывал, как он был в одном месте. Это там, на востоке Украины, где уже нет магазинов. Магазины не работают, аптеки не работают. И там живут люди, там остались люди. В основном, конечно, старики. И он рассказывал, как тяжело было в таких местах морально. Потому что вот некоторым, он рассказывал пример за одну бабушку, которой он уже там 80 примерно лет. Говорит, давайте, мы вас вывезем. А она отвечает, нет, сынок, я уже никуда не поеду. Он говорит, ну как вы, как вы здесь останетесь? Здесь нечего кушать, ничего нет. Она говорит, а нет, сынок, куда мне уже ехать? Я говорю, какая разница? Я говорю, где я уже умру? И вот, говорит, настолько больно разворачиваются, уезжают, оставляют. Понимают, что это верную смерть. И действительно, знаете, очень, это тяжело очень старикам, больным. Потому что с ними никто не хочет возить, им надо как бы экстра помощь какая-то. Моя жена, как медсестра, она очень сильно переживает за больных. И она мне говорит всегда, как же больные люди, у которым нужно брать медицину. Они без медицины не выживут. Те, кому инсулин там нужен. Асматики, диабеты, диабетики, как бы люди, которые там на баллонах на все. Если им не давать медикаменты, они же просто, это смерть. И я думаю, что, конечно, вряд ли кто-то сможет дать точную цифру, сколько людей умерло уже за этот период войны. Да, согласен. Потому что там, может быть, как-то там пытаются считать военных. И то, если их разорвало, то там ничего не посчитаешь. Но вот эти больные люди, которые были просто в домах, в больницах, которые просто остались, и их, может быть, не убили на войне, но они сами по себе. Я впечатлен врачами, медперсоналом, которые не имеют, как бы, никаких условий, да, и принимают роды в подвалах. Те, которые просто остались. Потому что, я знаю, многие, как бы, могли убежать. Но у меня тоже есть родственники в Днепре, и, как бы, они служат, они в больницах, и, говорят, и раненых привозят, и таких. И я вообще скажу, что это геройский народ, и простые люди, простые люди. Я восхищаюсь простыми людьми. Я хотел бы сказать также большую благодарность вот украинским пасторам или пасторам, которые остались в Украине, которые не убежали, не оставили людей вот в такой пик, как бы, ужаса, которые остались и служат, и остались в таких опасных зонах, которые рискуют, эвакуируя людей, служа людям. Это тоже, я думаю, в Божьих глазах очень ценно, и мы ценим, молимся о людях, которые там сейчас страдают, молимся о церквях, особенно о наших братьях и сёстрах во Христе. И поэтому, слава Богу, за таких смелых миссионеров и служителей. Я тоже хотел добавить, что очень многие миссионеры остались, вот те миссионеры, которые были в селениях, и у меня есть статистика, что многие остались, они не поехали, и они утешают народ, они помогают, они координируют, как бы, вот эти передачи гуманитарных или перевозку беженцев, восхищаясь пасторями, потому что, действительно, как никогда все начинают смотреть на них, и хочу призвать, молитесь о служителях, молитесь о тех, кто остался, молитесь, потому что очень сильное такое давление со всех сторон. Да, слава Богу, что мы как христиане можем в это время поддерживать друг друга и объединяться как христиане. Вот в нашей церкви, например, 18 национальностей, и мы все поддерживаем друг друга, все вместе собираем помощь для пострадавших от войны в Украине, молимся друг за друга, и у нас в церкви тоже разные национальности, но мы, у нас даже вот группа миссионеров поехала, и среди них вот были граждане России, которые тоже поехали в Украину помогать пострадавшим беженцам там. Это очень тоже ценно, что христиане, они понимают... И в нашей команде белорусы были, американцы были. Да, это слава Богу, когда верующие, они понимают смысл жизни и помогают друг другу в горе. И то, что наша брать не против крови. Что они не делятся на нации, а именно объединяются и помогают, что мы во Христе, мы все одно. Ну, слава Богу за это. Вот местописание, которое приходит на память из рассказов ваших, Матфея 6 глава. «Ибо где сокровища ваши, там и сердце ваше». Вот если, может быть, можно обратиться к тем людям, которые не живут на территории войны сегодня. Вот интересно, как у некоторых людей, у беженцев, вся жизнь поместилась в один рюкзак. Все, что накопили за всю жизнь, все оказалось уже и не сильно важным. Вот ты рассказывал историю, как семья просто выплачивала там, настолько пахали, старались выплатить там квартиру, дом и за один день все потеряли, чтобы вы пожелали верующим. У меня была встреча в Польше, там тоже в одном из таких мест, складов, куда пришла украинская семья. У нас как-то так спонтанно мы начали петь, потом переросло в молитву. И потом я просто чувствовал, как вот Дух Святой начал говорить вот через меня. И я им сказал такую вещь. Вы знаете, вот я вижу, что многие потеряли все. Я говорю, вы стремились, вы выплачивали какие-то дома, строили машины, дачи, все, и сейчас его ничего нету. И говорю, и многие люди, у них сейчас пустота. Я говорю, даже вещи, которые вы хотели, импортные вот эти наклейки, вот вы сейчас приходите, и вы выбираете, оно лежит как мусор, пожалуйста, выбирай, что ты хочешь. Я им тогда сказал так, что если вы потеряли все, но не потеряли Бога, вы ничего не потеряли. Потому что, знаете, Бог, Он в силе восстановить, Он направит вас в нужные места, Он окружит вас ангелами, хорошими людьми. С Ним можно пройти. Но у того, у кого нету Бога, я думаю, что очень тяжело. Просто крах, когда он прожил жизнь и видит, что сейчас ничего нету. Наверное, когда человек теряет абсолютно все, что он нажил за один день, происходит серьезная переоценка ценностей. Очень сильно. Правда. Для нас, верующих, это напоминание, куда вкладывать свое сердце. Я хочу сказать, что я тоже привез для себя, переоценил очень ценности, очень быстро. Я просто увидел настолько Писание точно. Настолько Писание точно. Вот когда говорит, не собирай себе сокровища, и как в один момент оно может безумно, и у тебя могут душу взять, у тебя может эти сокровища пропасть, знаете. И вот куда мы собираем? Я просто, когда я приехал домой, я понял, что очень много у нас ненужных вещей. Это куда мы вкладываем время. Я понял, что жизнь, она настолько короткая, и мы очень много распыляем ее на ненужные вещи. На вот эту суету, которая забирает. Мы так мало радуемся тому, что мы имеем. Писание говорит, непрестанно молитесь, за все благодарите. И нам кажется, а за что я буду благодарить? Знаете, люди за снег благодарят. Люди благодарят, когда тебе дали пять литров воды, чтобы ты помылся, попил, что-то приготовил. Люди благодарят за просто мирное небо над головой. И нам есть за что благодарить. Да, друзья, это очень хороший призыв, чтобы, если у вас нет войны, если у вас, вы спите спокойно, будьте очень благодарны Богу. Иногда мы расстраиваемся по таким мелочам и ропщим. Это точно. Из-за каких, из-за какой-то ерунды. И мы должны ценить и благодарить то, что мы имеем. И вот я знаю, что многие семьи сейчас, у них там какой-то разлад, что-то не поделили. И для меня, когда я видел вот эти расставания на границе или просто, и ты понимаешь, там они теряют, а ты тут ссоришься там из-за какой-то ерунды. Оно все по-другому начинает. Ты пересматриваешь все и становится, главное, истина на первое место. Да. Дима, расскажи, в чем вот самая большая все-таки нужда? Вот многие, наверное, которые будут смотреть, которые хотят узнать, чем больше, чем лучше, эффективнее помочь или можно помочь людям, пострадавшим, беженцам. Я понимаю, что понятно, питание, медицина, финансы. Но все-таки, наверное, мне кажется, есть причины поглубже, в чем они нуждаются. Я думаю, первое, это молитва. И когда я говорю молитва, это не то, что ты минуту за кого-то помолился, а вот просто, когда ты стоишь в проломе, оно чувствуется. Потому что мы все понимаем, что в первую очередь это духовная война. Второе, они все нуждаются в поддержке. Знаете, когда мы приехали на Украину, они... Моральная поддержка. Моральная поддержка. Они настолько были рады, они говорят, такая благодарность ваша, что вы приехали, что вы посетили, да. Потому что многие боятся ехать, многие как бы даже боятся звонить. И вот они говорят, благодарим. То есть, друзья, если вы звоните туда, негативных новостей хватает, попытайтесь просто дать им слово, чтобы он схватился за это слово. Молитесь, чтобы получить это слово. Говорите хорошие новости какие-то, ободряйте. Они нуждаются в ободрении. И психологические травмы, да. И психологические, да. Все-таки они... Я думаю, что большая самая нужда, это... Мы еще с этим полностью не столкнулись, но, знаете, деньги, они как-то найдутся. Ну что там восстановится. Но вот то, через что люди прошли, это будет очень-очень тяжело. И поэтому, я думаю, будет большая нужда в душе попечителя. Это те, которые смогут выслушать, помолиться, просто дать слово какой-то из Библии, знаешь, которая бы держала этих людей. Понятно, что деньги. Деньги, конечно, сейчас это тоже очень важны. Но важно знать, куда ты даешь. И я бы доверял организациям, которые имеют непосредственные контакты. То есть, если сделать итог, то больше всего не нуждаются в душе попечительской работе. Я бы сказал, что это самое, это номер один. Один пастор в Украине рассказывал, что взорвался снаряд и был очень сильный, мощный, громкий взрыв. Ну и там, естественно, и одна девочка, ребенок, она была как раз на том месте и видела смерть, видела это, слышала. И она говорит, настолько она испугалась, она просто настолько испугалась, что она просто потеряла рассудок. Сейчас вот она как бы как не своя, не разговаривает. И это то, о чем, может быть, мы тоже не думаем часто, что это не только, что там убитые есть. А вот есть люди, которые просто от этого ужаса и страха. Ну, конечно, очень жалко детей, которые попадают под это. И которые, это их травма на всю жизнь. И вот такие травмы тяжело лечить. Легче там как-то забинтовать, там что-то перевязать. А вот когда у тебя вот травма в голове, в душе, это очень тяжело лечить. И я думаю, что здесь нам нужна Божья мудрость и помощь, чтобы это... Я думаю, это будет проблема номер один в душепопечителях и в скором будущем. И я даже разговаривал со служителями, вплоть до того, что делать как реп-центр. Раньше реп-центр делали для наркоманов, алкоголиков. А сейчас надо будет реп-центр, где люди просто бы приходили в себя. И потому что такую травму, ну, где-то залечить можно, но рубцы они останутся. Дима, расскажи немножко, как люди относятся к Богу. Я говорю за неверующих, которые живут там в Украине. Вот во время таких вот потрясений, скорби, я слышал, что многие люди обращаются к Богу. Конечно, печально, что именно из-за таких обстоятельств они обращаются к Богу. Но слава Богу, что многие люди все-таки принимают Христа. Я хочу сказать, что сейчас люди очень открыты к принятию Слова Божьего. И мы использовали любую возможность, где бы ни были, на улице, в ресторане, в магазине. Просто я предлагал там на вокзале, можно помолюсь, можно помолюсь, можно помолюсь. И я им говорил о Боге. Мы с собой еще привезли карточки такие, там, где была с одной стороны молитва «Отче наш», а с другой молитва «Покаяние». И мы всем раздавали, мы молились. И люди сейчас очень открытые, потому что они ищут, они ищут спасения, они понимают, что те стены, за которые они держались, оно не удержит. Те ситуации, в которых они очень шаткие, и вот они ищут какую-то силу. И я разговаривал, допустим, с одним служителем, он говорит, за эти три недели в их церковь пришло больше ста человек, неверующих, которые начали посещать, начали молиться, начали искать Бога. Люди все открытые. Знаете, когда ты даешь им Библию, мы с собой Библию привезли, мы начали раздавать. И, знаете, когда просто говоришь, возьми Библию, ну, как бы они так не очень. Но когда ты открываешь и говоришь, смотри, Псалом 90, и ты начинаешь его читать, Псалом 23 или 32, знаете, и я говорю, смотри, и потом я говорю об Иисусе, показывал пророчества о нем. И, знаете, люди раскрывались, о, мы даже этого не знали. Поэтому очень важно не просто дать им какому-то тыкнуть, а вот рассказать, показать. Мой дядя в Киеве рассказывал о том, что он работает с атеистами, которые за всю жизнь ни разу не перекрестились. А тут, говорит, когда началась война, начали бомбить, говорит, что падали на колени, говорит, кричали к Богу. И просто единственная надежда, которая у них осталась. И многие люди, наши миссионеры, даже которые были на границе в Польше, вот просто беженцы, которые там, они никуда не спешат, им некуда бежать. Полная неизвестность, такая подавленность. И они очень открыты слышать вот эту весть Евангелия, слышать надежду, слышать весть о Христе. И многие люди обращаются к Богу. Нам это рассказывают миссионеры оттуда неоднократно за это. Слава Богу, что это поворачивает людей к Богу. И, к сожалению, жалко, что потрясение заставляет людей задуматься о Боге. Поэтому я обращаюсь ко всем, друзья, не ждите потрясений, не ждите голода, войны. К Богу бегите сейчас и держитесь за Него. Слава Богу, за Бога. Ну и последнее, наверное, Дима, расскажи, чем вы помогли там именно в миссионерской группе беженцам, чем вы, я знаю, что вы туда везли и финансы, и гуманитарную помощь. Ну, цель нашей миссии это была привезти финансы, потому что у нас были заявки со многих городов или селений, куда мы не могли перевезти там ни MoneyGram, ни TransUnion, и мы как бы передали уже наличную. Там, где инфраструктура разрушена, где банки не работают, то уже передавали через людей. Передавали через людей, да. И сейчас, к сожалению, да, вот наличкой приходится туда перевозить. Второе, мы привезли медикаменты, и там необходимые вещи, которые просили гуманитарный груз. Мы очень много провели встреч, просто узнать реальность, потому что, знаете, в медиа есть такое, что можно верить, не доверять, но когда ты своими глазами увидел, когда ты поговорил с очевидцами, да. Одна из целей была ваших узнать вот конкретно, где ведется работа. Проверить, как она ведется, да. Как бы побывать в разных местах, на разных границах, чтобы потом нам можно было более эффективно отправлять помощь туда точно. Слава Богу за вас, за то, что вы были там, за то, что вы служили людям. Ну и в конце, друзья, я хотел бы поблагодарить всех, кто участвует, кто помогает, кто сострадает. Наша церковь, мы имеем фонд, где мы собираем финансы для пострадавших от войны в Украине. Вы можете тоже присоединиться и тоже можете поучаствовать. Также вы можете молиться, собирать детей ваших и просто учиться страдать тем людям, которые страдают, реально страдают. Также наша церковь собирает гуманитарную помощь. Мы вот за период войны, с 2014 года, отправили 36, по-моему, контейнеров на Украину, туда, на Донбасс. И сейчас собираем контейнеры, тоже отправляем. Нам здесь в городе выделили такой целый склад, верхаус, где мы собираем вещи, собираемся, встречаемся с американскими церквями, организациями и собираем помощь для тех, кто там сейчас страдает в Украине. Поэтому, если вы живете в Украине и смотрите эту передачу, друзья, помните, что многие верующие по всему миру молятся о вас. Мы не единственная церковь, которая молится, которая собирает помощь. Гуманитарные грузы, финансы передаем, помогаем, стараемся поддерживать вас. Поэтому вы не одни, мы тело Христово, мы все христиане, мы чувствуем вашу боль. Поэтому, друзья, благословляем вас, мы помним о вас. И давайте мы все, как христиане, будем сейчас в этот момент, в этот сезон горя, просто будем нести послание мира, послание утешения и поддерживать друг друга и сострадать друг другу, где бы вы ни жили, в какой стране бы вы ни жили. Давайте сейчас вместе просто сострадать, помогать, благословлять и нести людям мир и утешение. Будьте благословенны. До свидания. Мир вам.